Об основных параметрах этого режима и почему и кому он будет выгоден и удобен. Прежде всего, основные параметры, кто может прийти в этот режим, это налогоплательщики с численностью сотрудников от нуля до пяти человек и с годовым доходом до 60 миллионов рублей. При этом объектом налогообложения могут быть доходы, либо прибыль, то есть доходы, уменьшенные на величину расходов. Ставка налога 8, либо 20 процентов, при этом мы понимаем, что ставка выше, чем на других упрощенных системах налогообложения, но за это мы отменяем уплату страховых взносов. То есть страховые взносы не уплачиваются, фонды финансируются за счет как раз части налога. И при этом работники получают полные пенсионные права и социальную защиту, такую же, как они бы получали при отчислении страховых взносов. При этом налоговая отчетность не сдается, и мы упраздняем достаточно большое количество отчетности в различные социальные фонды. При этом доходы и расходы мы определяем на основании данных контрольно-кассовой техники и данных банков-партнеров, которые нам будут передавать сведения о транзакциях, размеченных в соответствии с отнесением или неотнесением к налогооблагаемой базе. На всей территории Российской Федерации будут единые правила применения этого режима, то есть не будет регионального регулирования. И налоговый период будет составлять один месяц. Это вот, наверное, основные параметры. И в этом проекте достаточно важную роль будут играть банки-партнеры. При этом мы уже, так как мы это делали в режиме для самозанятых, мы дадим открытый АПИ, который позволит банкам в автоматическом режиме подключаться к нам и организовывать взаимодействие потоковое в автоматическом режиме через методы АПИ соответствующие. При этом банкам будет необходимо реализовать на своей стороне разметку доходов и расходов налогоплательщика на предметах отнесения или неотнесения к налоговой базе. А также реализовать визуализацию с возможностью для налогоплательщика корректировать разметку банка на стороне банковского программного обеспечения. И что еще важно, на банке будет возлагаться часть обязанностей по удержанию и уплате НДФЛ, то есть часть обязанностей налогового агента по НДФЛ. Как это будет выглядеть? То есть мы тоже в этом плане упрощаем, отменяем отчетность по НДФЛ для налогоплательщиков, при этом часть этих обязанностей возьмет на себя банк, налогоплательщик будет формировать реестры выплат сотрудникам, неочищенные от НДФЛ, и некие признаки, что это за выплата. При этом банк будет самостоятельно удерживать НДФЛ, перечислять НДФЛ в бюджет и сотрудникам выплачивать уже очищенную от НДФЛ заработную плату или иные выплаты. Но при этом есть определенные ограничения, то есть налогоплательщики не смогут иметь расчетные счета в банках, которые не являются партнерами проекта. Понятно, что для нас это будет некая слепая зона, то есть мы не будем получать данных от этих банков, поэтому наличие счетов в банках, не являющихся партнерами проекта, будет основанием для снятия такого налогоплательщика с этого режима налогообложения. То есть, что в целом? В целом мы предлагаем очень простой и удобный, комфортный режим налогообложения, причем достаточно выгодный за счет отмены страховых вносов для небольших организаций с небольшим доходом. Но цена этого режима, перехода на этот режим, это полная прозрачность перед нами. И здесь, наверное, хочется сказать, что мы отменяем достаточно много форм отчетности, чуть-чуть подробнее на это сказать. То есть мы отменяем саму декларацию, которая могла бы быть по аналогии с классическим упрощенной системой налогообложения. Мы отменяем расчеты по НДФЛ, это 6 НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица. Мы отменяем расчеты по страховым взносам. Также мы провели достаточно серьезную работу с коллегами из Министерства труда и из социальных фондов. И нам удалось договориться о том, что мы при, скажем так, при базовом сценарии налогоплательщики также смогут не сдавать СЗВМ, СЗВ-стаж, это сведения о застрахованных лицах, сведения о страховом стаже застрахованных лиц. И еще 5 форм отчетности в фонд социального страхования. При этом будет ряд исключений. То есть, если сценарий, скажем так, отличается от базового, допустим, есть работники в регионах Крайнего Севера, например, или какие-то иные отступления от базового сценария, то тогда все-таки отчетность некоторую в фонды сдавать придется. Ну и в конце, наверное, хочется сказать о том, как это будет, в каком это виде будет стартовать. Здесь мы идем, в общем-то, уже по нашему опыту запуска режима налог на профессиональный доход. Мы также стартуем в четырех субъектах Российской Федерации. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Начало проведения эксперимента запланировано на 1 июля 2022 года. При этом с 1 июля в режим смогут вступить только вновь зарегистрированные юридические лица, индивидуальные предприниматели. А с 1 января 2023 года смогут присоединиться и те, кто были зарегистрированы ранее. Ну, наверное, в целом у меня все. Готов ответить на вопросы. Володь, спасибо большое. Очень интересная, на самом деле, презентация. И я думаю, что, во-первых, многие вопросы уже для предпринимателей сняты, потому что, например, мне стало понятен, что это за налоговый режим, для чего он, собственно, вводится и в чем его основные преимущества. Но все же, надо сказать, что поскольку эта тема, ее близко восприняло предпринимательское сообщество, и у нас очень большой был отклик в социальных сетях, в социальных сетях корпорации МСП, и мы даже, честно говоря, провели некий опрос среди предпринимателей именно по теме нового налогового режима. И собрали, собственно, самые такие волнующие вопросы. У меня есть список, вот, собственно, хотелось бы поговорить на тему того, что волнует предпринимателей. Вот первый вопрос, в чем же все-таки новизна режима и для чего его вводят? Вот новизна именно, в чем она заключается? То есть есть у нас упрощенка, которая, собственно, там тоже по определенным правилам работает. Вот в чем, например, отличие от упрощенки, да, и чем новый налоговый режим отличается от нее? Ну, налоговый режим новый достаточно сильно отличается от упрощенки. Здесь, наверное, нужно даже... Его природа, наверное, немножко другая. То есть это, в принципе, достаточно последовательный шаг налоговой службы, Министерства финансов. То есть мы постепенно идем к возможности транзакционного, бездекларационного налогообложения, то есть транзакционному учету. Сначала были введены онлайн-кассы, которые позволяют в режиме реального времени видеть все розничные обороты организации. То есть мы и так это видим. Дальше возник вопрос, а почему, если мы это видим, почему мы не можем считать сами налог? И первая попытка и первый проект был налог на профессиональный доход, самозанятые. Это проект, в котором мы самостоятельно считаем налоги и налогоплательщику не нужно делать ничего абсолютно. И надо сказать, что это, безусловно, успешный проект, который сейчас пользуется большим успехом. Количество самозанятых постоянно растет. Постоянно растет. Мы это тоже видим в своей статистике. Да, у нас совсем недавно количество самозанятых уже обогнало количество индивидуальных предпринимателей. При этом это следующий шаг. То есть мы подумали, что будет с самозанятым, когда он вырос из самозанятого, и когда у него появился работник, ему нужно двигаться дальше. В чем новизна и отличие этого режима от классического УСМ? Первое. Это автоматизированный режим. То есть здесь нет регионального регулирования вот этих сложностей, когда нужно выискивать и действительно разбираться и понимать, а как же вот именно для меня должно действовать в определенных условиях. То есть здесь мы постарались по возможности упростить. Мы отменили отчетность, причем отменили отчетность не только в налоговые органы, но и проработали совместно с коллегами из Министерства труда и из фондов социальных. Мы значительно сократили отчетность в фонды. То есть мы значительно снижаем административную нагрузку на бизнес. Она, по сути, я так понимаю, переходит частично на банки, которые будут уполномочены по ведению, соответственно, счетов и деятельности предпринимателей, частично на сами ФНС. То есть вы сами будете считать? Да, мы будем... Ну, понятно, что если сведения не подает налогоплательщик, то фонды в любом случае сведения получить должны. Мы будем организовывать автоматизированный обмен с фондами, будем... Те данные, которые мы можем предоставить сами, мы будем предоставлять сами. И еще одно, то есть для налогоплательщика это будет автоматизированный режим. Ему достаточно будет только зайти и проверить, все ли хорошо, все в порядке, посчиталось, ошибок нет. Потом в какой-то момент, когда поверят, что ошибок не бывает, уже, в общем-то, сможет даже не проверять. И важный очень фактор – это отмена страховых взносов. То есть это, ну, скажем так, на наш взгляд, особенно для малого бизнеса, высокая фискальная нагрузка на фонд оплаты труда может являться сдерживающим фактором для развития бизнеса. Здесь для совсем малого бизнеса, для до пяти человек, то есть для совсем небольших организаций, мы предлагаем переложить эту нагрузку с фонда оплаты труда на их оборот. Что, в общем-то, наверное, мы считаем, на наш взгляд, будет способствовать развитию бизнеса. И более того, во-первых, развитию бизнеса, во-вторых, мы ожидаем за счет этого еще и определенного обеления фонда оплаты труда. Понятно. Такой вот вопрос. А есть ли преимущества для индивидуальных предпринимателей? Да, конечно. Ну, в целом, это преимущество, наверное, для индивидуальных предпринимателей оно такое же, как и для всех остальных. То есть им не нужно считать страховые взносы заработников, уплачивать страховые взносы. Им не нужно самостоятельно рассчитывать НДФЛ заработников. Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников мы сейчас как раз тоже с коллегами из Министерства труда тоже прорабатываем дополнительно вопрос, как будет именно выглядеть модель. Но пока предполагается, что модель будет выглядеть следующим образом, что обязательных фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей тоже не будет. Но здесь будет определенная цена и формирование их пенсионных прав. То есть если нет фиксированных взносов, значит и прав тоже нет. Ну да. Понятно. А вообще в принципе это будет новый порядок налогообложения или это там дополнительный к одному из существующих? Это будет новый налоговый режим. При этом режим этот будет добровольным и старые классические упрощенные системы налогообложения в общем-то тоже отменять никто не планирует. То есть это мы даем альтернативу. Понятно. Насколько я вот ознакомился с проектом федерального закона, то есть не все смогут применять АОСН. То есть будут какие-то отрасли, в которых будет позволено применять данный вид налогообложения, а какие-то нет. Вот про это расскажите, пожалуйста. Какие все-таки сверх предприниматели могут использовать АОСН, а в каких нет? Ну у нас есть общие условия, что могут использовать предприниматели с численностью сотрудников до 5 человек и с оборотом до 60 миллионов рублей. При этом у нас есть ряд ограничений, такие как профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, казенные бюджетные учреждения, иностранные организации, микрофинансовые и ряд других организаций. Это связано с тем, что мы как раз упрощаем в части НДФЛ и страховых взносов, и нам нужно понимать пока, то есть мы взяли пока базовый сценарий, который мы понимаем, как обслужить в автоматическом режиме. Также из-за этого, наверное, вот такая достаточно широкая вещь, которая может многих затронуть, есть ограничения на наличие работников, не являющихся резидентами Российской Федерации. Такое ограничение тоже есть, потому что там есть нюансы по нагрузке на фонд оплаты труда. Вот все-таки, знаете, я повторюсь, конечно, вы уже про это рассказывали, но тем не менее, вот для тех, кто нас смотрит, вот особо хотелось бы акцентировать основные условия и требования для применения ОСН, они какие все-таки? Вот хочется прям обратить на это внимание, да, коллег, которые нас смотрят, и вот еще раз прям подчеркнуть. Фиксируем. Да, фиксируем, да. Числилость сотрудников до 5 человек включительно, и годовой оборот до 60 миллионов рублей. А процентная ставка по налогу? Процентная ставка по налогу, если объект налогообложения доходы, то ставка 8%, если объект налогообложения доходы минус расходы, то ставка 20%, и это определенная цена за отмену страховых взносов. То есть я, вот если я предприниматель, я не занимаюсь там ломбардами и, значит, какими-то подакцизными видами деятельности, а занимаюсь ну, какими-то видами деятельности, которые подходят под ОСН. То есть, допустим, я выбрал для себя 8-процентную ставку налогобложений, и больше я не плачу ничего. Правильно же я понимаю? То есть вот мы раз в месяц, я как предприниматель оплачиваю 8% и больше никакие налоги, соответственно, не оплачиваются мной. Только являетесь еще агентом по уплате НДФЛ. Ну, за вас это будет дело банк. То есть это не ваш налог, это налог ваших сотрудников? Да, на моих сотрудников, да, я это понимаю. И, значит, у меня, я сам практически не сдаю никакой отчет. За меня это формирует там, да, значит, федеральная налоговая служба, частично банк. Я просто смотрю там где-то в личном кабинете итоговый отчет и сравниваю. То есть соответствует он тому, что у меня происходило в действительности за этот месяц, либо не соответствует. Конечно, это, безусловно, очень удобная история. И те, кто вот на следующем шаге после самозанятых, действительно, это упрощенная система, которая должна помочь и снять много вопросов. Потому что для предпринимателей, которые на обычной системе налогообложения, все равно должен быть в штате бухгалтер, который должен заполнять отчетности, сдавать это, контролировать и в любом случае это дополнительные расходы. А здесь мы, собственно, минимизируем расходы предпринимателей и еще упрощаем его, простите, скажу так, существование в принципе в предпринимательском мире. Вот такой еще вопрос. А как перейти на новый режим? То есть вот он запущен с 1 июля 2022 года. Как мне, как предпринимателю на него перейти? Я хочу прямо с 1 июля уже войти в него, платить 8% и ни о чем не думать и не заботиться. Если вы уже сегодня являетесь предпринимателем, то тогда на этот режим вы сможете перейти только с 1 января 2023 года. То есть с 1 июля 2022 года этот режим станет доступен для вновь зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перейти на этот режим можно будет с начала следующего года, так же, как, в общем-то, и на другие упрощенные системы налогообложения можно переходить с начала года. При этом вам надо являться, находиться для этого в Москве, Московской области или в Республике Татарстан или в Калужской области, потому что пока мы стартуем только в четырех регионах в рамках эксперимента. Чтобы начать применять режим, вам нужно подать уведомление через личный кабинет о переходе на новый режим налогообложения. И, в общем-то, если противопоказаний нет, то вы будете применять новый режим. Понятно. Вот, кстати, сразу такой вопрос интересный. Четыре региона, Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Почему именно эти регионы, с чем связан выбор именно вот этих регионов? Ну, здесь, наверное, основные факторы. Это, во-первых, достаточно серьезный большой охват потенциальных налогоплательщиков, потенциальных пользователей этого режима. А, во-вторых, позитивный опыт внедрения подобных экспериментов в этих регионах. Мы, напомню, что мы в 2019 году стартовали эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход. Наш проект «Самозанятый». Мы также стартовали в этих четырех регионах. Дальше постепенно расширялись и в 2020 году, в общем-то, уже расширились на всю страну. Но изначально именно стартовали в этих регионах. И здесь достаточно большой охват. Регионы большие, влиятельные и, в целом, уже имеющие опыт работы в экспериментах. Понятно. А по каким параметрам будут оцениваться результаты эксперимента? То есть, если мы возвращаемся к самозанятым, то сначала были четыре региона, потом был расширен перечень регионов, там был расширен. Сейчас на всю страну. Вот когда, в какой момент и по каким признакам мы поймем, что да, все сработало, эксперимент удачный и пойдем дальше уже по, так сказать, стране? Ну, самый главный параметр – это востребованность этого режима. То есть, если режим не будет востребован, то его не имеет смысла распространять. А надо сделать шаг назад и подумать над моделью. Но мы уверены, что режим будет востребован. Но все равно мы за этим очень внимательно смотрим. Это первый и ключевой фактор. Дальше мы смотрим на эффективность самой модели. То есть, мы смотрим, что у нас получается по финансовой модели. Мы ожидаем, что она тоже должна быть неубыточной. Потому что мы понимаем, да, есть экономия на страховых взносах, но при этом мы ожидаем обеления фонда оплаты труда, потому что, ну, просто станет невыгодно скрывать его для тех участников рынка, которые все-таки это делают. Вот. Это, наверное, такие два основных фактора, на которые мы будем ориентироваться. И последнее, это, наверное, желание самих регионов, как мы сделали, так же, как мы сделали в налоге на профессиональный доход. Мы предложили регионам, дали им право. И дальше в течение, там, нескольких месяцев все регионы вошли в эксперимент. Понятно. Есть ли информация у вас на сегодняшний день, сколько компаний потенциально соответствуют условиям эксперимента? И, ну, какая-то аналитика вот в этом ключе проводилась в ФНС? Да, конечно, мы такую аналитику собирали. Ну, есть некоторые параметры, по которым при верхнеуровневом анализе больших данных определить невозможно, да, но при этом мы вот по тем параметрам, по которым мы смогли посмотреть, а мы смотрели в целом это до пяти человек и до 60 миллионов рублей в год, при этом те, которые, те налогоплательщики, которые сейчас применяют упрощенные системы налогообложения. И после этого мы еще посчитали тех, кому будет выгодно перейти на этот режим. Ну, потому что понятно, что те, кому невыгодно, к нам не пойдут. Получилось, если я не ошибаюсь, такие примерные цифры, что, по нашему мнению, выгодно перейти на наш режим. В тех регионах, в которых мы начинаем, это где-то около 300 тысяч налогоплательщиков. Ну, это серьезная цифра, действительно, для эксперимента. То есть это, по сути, 300 тысяч предпринимателей получат новый упрощенный порядок, да, и упростят себе вот жизнь. Честно говоря, я знаю, что я повторяю уже эту фразу третий раз, но мне приятно думать о том, что, да, вот сделана работа, которая позволит упростить жизнь предпринимателю. Потому что она действительно у него непростая, сложная. И вот предприниматель должен думать о том, как ему поставить товар, оказать услугу, а не о том, как ему заполнить отчет, как правильно посчитать по правильной формуле расчеты и заплатить налог. Совершенно верно, а налог должны считать мы. Да, 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 потому что вы его и принимаете, и распределяете. Мы его придумали, мы его и должны считать. Да, совершенно верно. Очень правильная позиция, что те, кто придумал, тот и должен, собственно, исполнять то, что придумал. Следующий вопрос, прямо вот его зачитаю от наших предпринимателей. Сейчас законопроект не предусматривает переход на патентную или упрощенную систему налогообложения после утраты права, соответственно, на ОСН. Вот представим, компания перестала соответствовать критерию по численности сотрудников, но доход, соответственно, остался до 60 миллионов рублей. Тогда компания, которая на ОСН может вернуться только на общую систему налогообложения. Чем обусловлено это ограничение, если оно вот есть? Нет, на самом деле ограничения такого нет. Налогоплательщик, который утратил право на применение режима, может в течение, если я не ошибаюсь, 30 календарных дней подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения или, если он под это попадает, единый сельхозналог. А на патентную может же? На патентную тоже может, здесь дело в том, что патентная система, то есть патент, он не существует сам по себе, то есть под ним всегда есть какой-то основной режим налогообложения, то есть это, допустим, упрощенная система налогообложения, к примеру, а по определенной деятельности налогоплательщик использует патент. Поэтому налогоплательщик сможет перейти на, в данном примере, на упрощенную систему налогообложения и приобрести патент на тот вид деятельности, которым он занимается. — Понятно. Следующий вопрос. Как задекларировать доход предпринимателю, который, соответственно, получен от предпринимательской деятельности на личную карту либо счет? Ведь законопроектом это не запрещено. — Смотрите, у нас налогоплательщики, которые получают деньги, тем более от физических лиц при расчетах, должны использовать контрольно-кассовую технику. Здесь, в общем-то, не имеет значения, в каком виде налогоплательщик получил деньги. Чек должен быть выбит. Данные об этой транзакции, данные о чеке попадают в налоговую службу. И мы это учитываем при расчете налоговой базы. То есть мы этот доход увидим. — Понятно. То есть, собственно, вы и так все увидите, исходя из деятельности предпринимателя. При продаже долгов по договору уступки прав требованиям можно ли применять АОСН? Такой вопрос. — В настоящее время такого ограничения нет. Применять можно. При этом полученные деньги, полученные при договоре уступки будут считаться доходом организации. А уплаченные при приобретении права требования будут, соответственно, считаться расходом. — Понятно. Как будет классифицирован расход, по которому в платежном поручении не сказано, за что он перечислен, а указан только номер договора, реквизиты договора? — Смотрите, здесь банки, на то они и наши партнеры по этому проекту, что банки должны будут указывать некую разметку расходов. То есть расходов и доходов, неважно. Здесь суть примерно одна. При этом очевидно, что какие-то операции для банка будут разметить проблемные. Здесь должен их доразметить будет налогоплательщик. При этом налогоплательщик имеет право ту разметку, которую указал банк, тоже откорректировать, если он не согласен. Потому что он же единственный, кто точно знает, что это. Поэтому если он не согласен, он тоже должен это откорректировать. При этом банк передает нам размеченные транзакции. Мы совершенно не будем делать никаких самостоятельных выводов о том, является ли это доходом или расходом, когда будем рассчитывать налог. Мы здесь будем ориентироваться только на ту разметку, которую мы получили от налогоплательщика через его банк. А правильно ли я понимаю? Будет некий кабинет налогоплательщика или что-то, где налогоплательщик будет видеть уже размеченные банком декларацию или что-то за предыдущий месяц. И в случае, если он с чем-то не согласен, он просто сам это меняет и направляет в налоговую. То есть изначально заполняет документ банк, после этого его корректирует предприниматель и уже, как бы акцептуя, отправляет к вам, вы уже это принимаете. Правильно я логику понимаю? Да, на стороне банков, это наше обязательное условие для банков-партнеров, на стороне банка должен быть реализован в банк-клиенте, должен быть реализован интерфейс, в котором налогоплательщик сможет уточнить разметку. Это на стороне банков. При этом в нашем личном кабинете будет сделана визуализация, то есть в нашем личном кабинете он сможет посмотреть и проверить, действительно ли все отразилось так, как он хотел. Если что-то отразилось не так, он пойдет в тот продукт, которым он пользуется и так, это банк-клиент, и доразметит в этом продукте. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Если налогоплательщик не согласен с трактовкой расхода или заметит ошибку в расчете, то куда обращаться? Какой будет инструментарий для этого, как он будет выглядеть? По сути, мы с вами это только что проговорили, поэтому я думаю, что ответ на этот вопрос отдельно можно не давать. В личных кабинетах банка появится какой-то дополнительный функционал, исходя из разговора, я понимаю, что это будет доработка. Банкам, да, придется реализовать функционал. У нас организована уже рабочая группа с большинством крупных банков, и мы, в общем, здесь тоже открыты для взаимодействия, и сейчас обсуждаем какие-то общие стандарты, в каком виде это должно выглядеть. Как будут выбираться банки? То есть, как они будут уполномачиваться и как они будут выбираться? Здесь у нас уже есть позитивный опыт в работе по проекту «Налог на профессиональный доход». У нас там происходит взаимодействие с банками и с электронными площадками. При этом у нас сейчас к нам подключены уже порядка, уже почти 80-70-80, если я не ошибаюсь, банков и электронных площадок. То есть, это практически все крупные уже у нас, и сейчас уже мелкие тоже подтягиваются. Здесь нет какой-то сложности и какого-то процесса уполномочивания. Здесь все достаточно просто. Мы разработали открытый API, предоставили его всем, и создали протокол информационного обмена. То есть, правила работы через этот API, в каком виде мы хотим получать данные, с какой периодичностью и так далее. К нам приходит банк, который изъявляет желание стать партнером проекта, реализует на своей стороне необходимый функционал, по сути, наше взаимодействие по API. Мы делаем итоговое тестирование, проверяем, все работает. Все, банк становится нашим партнером, мы публикуем на сайте, что все, этот банк теперь тоже с нами взаимодействует. Поэтому здесь достаточно простой путь. Процедуры какой-то сложной аккредитации нет. То есть, это все-таки на стороне банка. Если он хочет принять участие, то он изъявляет желание. Если нет, то... Более того, мы ни в коем случае не хотим делать никаких заградительных историй, стоп-факторов. Мы, наоборот, понимаем, что чем больше придет банков к нам, тем более востребован будет этот режим. Это снятие ограничений, в том числе по наличию счетов в разных банках с налогоплательщиков. То есть, каждый банк приводит за собой своих налогоплательщиков. Поэтому нам это выгодно и интересно. По поводу еще... Такой вопрос по поводу... Предприниматель же должен уполномочить банк на то, чтобы он ввел его деятельность, связанную с новым налоговым режимом. Правильно я понимаю? То есть, ну как-то он должен это уполномочить? Это какая-то процедура официального уполномочивания будет? Или это что? Он просто должен сказать банку, что я хочу, чтобы по этому налоговому режиму какой-то определенный банк ввел мои дела. Или как это должно происходить? Нет. Налогоплательщик же может в нескольких банках иметь счета. Следующий вопрос. То есть, если у него в нескольких счетах, то все надо банки уполномочить? Или выбрать один какой-то самый лидирующий для него и вот в нем производить? Нет, конечно, не так. Так ничего не получится, потому что транзакции идут в разных банках. Нет. Мы предполагаем, и сейчас в законопроекте такую норму прописали, о том, что банки считаются автоматически уполномоченными. То есть, сам факт регистрации налогоплательщика на этом новом налоговом режиме, переход на его налоговый режим, является автоматически его уполномочиванием этих банков. То есть, всех банков. Он сразу уполномочил все банки-партнеры, независимо от того, есть ли сегодня у него там счета или нет. То есть, если у него завтра появится счет в другом банке-партнере, банк уже будет сразу уполномочен передавать сведения. При этом будет, наверное, ряд эксклюзивных прав, которые налогоплательщик будет выдавать какому-то одному банку, например, уплата налога. То есть, чтобы банк мог уплачивать налог за налогоплательщика без его активного участия в этом процессе. Для этого, наверное, скорее всего, будет реализовано, опять же, по аналогии с самозанятыми, в личном кабинете возможность отметить и указать, что вот этому банку я даю право уплачивать налог за меня. Понятно. Как ФНС будет понимать, что в выплате сотруднику включена материальная помощь, которая не облагается налогами и взносами? Есть ли обязанность делить выплату отдельно на зарплату и отдельно на материальную помощь? Я так понимаю, обязанность у предпринимателя как-то вот расшивать эти оплаты? Да, банк, поскольку мы говорим о том, что банки будут выполнять часть функции налогового агента, то есть будут самостоятельно исчислять и уплачивать НДФЛ, поэтому налогоплательщику необходимо будет, отправляя в банк реестр выплаты физическим лицам, указывать признак этой выплаты, то есть по сути вид дохода, который он выплачивает физическому лицу. При этом указав вид дохода, банк уже будет знать, куда, по какой ставке облагается, не облагается. Дальше уже все это на стороне банка и его специалистов. Понятно. Кто и как будет считать нормативы по представительским расходам? Нормативы по представительским расходам. Здесь действительно есть ограничения, то есть на представительские расходы можно тратить не более 4% от затрат на заработную плату. При этом этот норматив, то есть возможность использования и возможность положить в расходы в определенные доли представительские расходы, это будет на стороне налогоплательщика, то есть налогоплательщик, корректируя разметку, которую ему, к примеру, предоставил банк, сможет указать, что это расход, а это уже нет. Это представительские, это не представительские, главное, что до 4% от оплаты. Понятно. Тоже вопрос интересный. Какие документы требуются собирать и хранить для подтверждения убытка? Да, кроме банковских или кассовых документов. В общем-то, такие же, как и на других системах налогообложения. Первичные документы, подтверждающие факт понесения этого убытка, понесения расходов. Понятно. В каком виде налогоплательщик должен передать банку информацию о суммах доходов работников и об их стандартных вычетах? Ну, я так понимаю, что это тоже, извините, да, то есть есть разметка, которая, собственно, размечается самим налогоплательщиком, там он это все и для себя. Да, реестр выплат, да, в котором он указывает виды доходов. Ну, это тоже как бы из одной серии вопрос, на мой взгляд. Как банк поймет, с каких выплат не нужно удерживать НДФЛ? Как раз поймет это по виду дохода, выплачиваемого физическому лицу, который указан в реестре выплат. Интересный вопрос тоже про деньги, так скажем. В правиле банк назначить повышенную комиссию или дополнительную плату заведения дел клиентов на АОСМ? Ну, такой интересный, конечно, вопрос. Вопрос интересный, добрая. Наверное, такой вопрос не совсем к налоговой службе. Это гражданско-правовые отношения банка и клиента, причем мы здесь абсолютно за конкурентный рынок. То есть мы понимаем, что чем больше будет банков и чем больше будет предложений на рынке, тем эта услуга будет дешевле. Причем мы знаем, что сейчас уже некоторые банки предлагают достаточно дешево или почти бесплатно введение учета для небольших организаций, допустим, для индивидуальных предпринимателей без наемных работников с низкими оборотами. Поэтому мы надеемся, что какого-то значимого повышения стоимости обслуживания произойти не должно. То есть налоговая не будет участвовать в формировании какой-то тарифной сетки или каких-то, как сказать, верхнего уровня установления вот этой комиссии, которую банк будет, соответственно, предъявлять к предпринимателю. То есть в законе этого не будет? В законе этого не будет, и здесь налоговая служба в этом участвовать не будет точно. Здесь единственное участие налоговой службы. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы таких банков-партнеров стало больше и чтобы, в общем, рынок был конкурентным. Ну, это, в общем, вопрос коллегам-банкирам больше. Надеемся, что, конечно, для предпринимателей не будут устанавливать какие-то большие тарифы. Вопрос еще у нас есть про пенсию. Как будут исчисляться баллы для назначения пенсии для наемных работников на ОСН? Пенсионные права будут формироваться ровно так же, как они формируются для обычных работников. Несмотря на то, что за них работодатель не будет уплачивать страховые взносы, вот несмотря на это, у них будут формироваться пенсионные права так же, как и формируются у работников тех налогоплательщиков, которые применяют иные налоговые режимы. Единственная разница, которая будет, это в том, что пенсионные права будут формироваться не от суммы начисленной заработной платы, а от суммы фактически выплаченной заработной платы, ну, потому что здесь фактически нет начисления. Ну, то есть здесь, точнее, как бы здесь приравнивается, то есть здесь вот сама выплата, она же является начислением. Вот это вот единственная разница. А в целом у них будут формироваться точно так же. Владимир, спасибо вам большое. У нас вот, знаете, как заготовленные заранее вопросы, которые интересовали предприниматели, они, собственно, подошли к совершению. Я со своей стороны и от лица корпорации МСП хочу вас поблагодарить, во-первых, за то, что сейчас конец года, у нас скоро Новый год, и я знаю, что у вас тоже наверняка и какой-то отчетный период, и большая загрузка, но все равно вы нашли время и пришли к нам, по нашему приглашению. Спасибо вам отдельно за это большое. Действительно, мы начинали с этого. Предприниматели часто не понимают, то есть есть некая информация, что вводится некий новый закон. Что это за закон, что он будет из себя представлять? Вот так из открытых каких-то источников, из соцсетей, из интернета непонятно. А когда вот приходит человек, представитель Федеральной налоговой службы, который непосредственно руками делает вот эту работу и отвечает на все вопросы, конечно, это, безусловно, ценнейший опыт, ценнейшая информация. Я уверен, что наш сегодняшний эфир, во-первых, он будет доступен, записи его будут пересматривать и пересматривать. Также хотелось бы особенно отметить, что в этом году или в прошлом Федеральная налоговая служба Российской Федерации была признана на первом месте во всем мире. То есть такой системы, как у нас, с точки зрения IT, с точки зрения всех сервисов, автоматизации процессов. Ну, то есть мы на первом месте, нигде такого нет. И это действительно так. И вот те инициативы, которые вы прорабатываете, ну, конечно, они, на мой взгляд, вот как человек, который занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства, они очень перспективны вот с точки зрения востребованности предпринимателя. Поэтому спасибо большое. Спасибо.